МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, так что за таинственность? Что у вас с Анжелой? С Анжелой в смысле? В том самом смысле. Я видел вашу фотку у нее на телефоне. У вас тоже на мобиле ее фотка есть? А, ты об этом? Да. Слушай, дружище, ты зря это себе все нафантазировал. Я тебе уверяю, между мной и Анжелой ничего нет и быть не может. Она из тех, кто добивается своего. Ну, знаешь, я тоже не мальчик. Ты извини, мне пора идти. Я не договорил. Позже договоришь. Пока. Сходь. Ты, я вижу, у нас задира, да? Да. Наверное, хорошо дерешься. Да уж получше вашего. Конечно. Показать? Боец, ты как там, не ушибся? Отвали. Руку дай, пожалуйста. Отвали, я сказал. Ладно. Ты прости, я не должен бы... Боец. Как же все-таки хорошо оказаться дома. Прямо дружная и счастливая семья. Да. И мы теперь такой будем. Правда, Кира? Мамочка, что-то я не вижу большой радости на твоем лице. Я пойду сделаю чай. Подожди. Ой. Что случилось? Погоди. Все нормально, все в порядке. Просто накатывает приступами. Ладно, я вас жду на кухне через пять минут. Ты знаешь, я думала, мне будет все равно, но я даже рада, что у вас все налаживается. Я тоже. Я тоже. Скажи, а ты ничего ей не говорил про похищение? Нет. И не буду. Спасибо. Ты же моя дочь. Папочка, у любой клоунады есть предел. Я буду у себя в комнате. Ты опять закрутил роман с мамой Анжелой? Знаешь, я думаю, выражение «закрутить роман» здесь не совсем уместно. Влюбился. Да? У нее есть муж. Ее дочь – моя подруга. Только не говори, что Анжела – моя сестра. Нет. Анжела – не твоя сестра. Ты определенно сошел с ума. Надеюсь, что нет. Янка, иди, открой дверь. Оглохло, что ли? Ого! И кто тебя так? Никто. Опять зажжал и попрался? Да тебя убьют из-за нее когда-нибудь. Так, все. Пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты меня избегаешь? Я нет. Глеб, жду я все? Да. Прости, я не так должен был об этом сказать. Ты бросаешь меня за женщину, в которую был влюблен 20 лет назад? Я любил ее всегда. Меня? Меня ты любил? Не знаю. Мне казалось, что да. Люда, мы же с самого начала договорились, что между нами ничего серьезного. Да, это было глупо с моей стороны. Прости, я... Ладно, не пари. Прорвемся мне работать. Дорогая, передай, пожалуйста, варенье. Я не могу. Благодарю. Да. Как давно мы вот так вот не сидели вместе, не завтракали. Потрясающая атмосфера семейного счастья и благополучия. Я даже забыл, как это здорово. Угу. Предел мечтаний. Мне надо через 15 минут ехать в офис. Я ж нельзя садиться за руль. Можно, если осторожно. Я вызову машину. Ладно. Спасибо. Мне пора. Ладно. Ладно, нам надо поговорить. Угу. Нашла время. Слушай, мы с твоим папой... Да знаю я все. Знаешь? Ну, конечно. Мам, только не грузи меня своими проблемами. Я тебя умоляю. Хочешь с ним развестись, флаг тебе в руки. Я бы на твоем месте сделала это уже давно. А если тебе нужно мое разрешение, считай, что оно у тебя есть. Все. Пока. Пока. Основания? Да. Прости, я не могу. Ладно. До вечера подождем. Алло. Алло. Привет. Ну? Олег уже дома. Тебе больше не нужно о нем беспокоиться? Да. Так когда мне за тобой заехать? Вечером. А почему не сейчас? Я еще не поняла, насколько ему плохо. Врач сказал, что это ушибно. Давай дождемся вечера. Ну, ладно, если ты считаешь, что так будет правильно. Хорошо. Тогда до вечера? Да, до вечера. Привет. 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 Ну что, ты поговорила с отцом? Значит чего? Насчет того, что нехорошо клеится к чужим женам. Анжела не взрослые, люди разберутся сами. Конечно. Это же не твою маму водят из семьи. Он любит ее, любит давно. Да он тебе сказал? Да. У нас нет друг от друга тайн. Класс. Не хочу больше об этом говорить. Опаздываю на пару. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Олег Викторович, ну это же еще не катастрофа, такие вещи случаются. То есть тебя банкрот? Формально еще нет, но... Но вы же знали, что все к этому идет. Начнете все сначала, да с вашей хваткой. Да в конце концов, ну вы же не нищие. А ваши родные вообще никаких перемен не заметят. Дом, квартира, машина, все ведь останется. А только это все записано на мою жену. А у нас с ней все плохо, мы на грамме развода. Вот это вам сейчас... Да я что, не знаю? Я что, не... Если вы в ссоре со своей супругой, то самое время помириться. Я же сказал, я знаю. Можешь идти. Я позвоню. Хорошо. Хоп! Куда ты собралась? Я... Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя намного лучше. Я даже сегодня не пил. Послушай, Кира, я хотел тебе сказать. Между нами много всякого было. Я... Совершал кучу всякого дерьма. И даже вспоминать не хочется. Я только удивляюсь, как ты до сих пор меня вообще не бросила. А ты знаешь, я много думал. Правда, я много думал о том, как я... Как я испортил нашу жизнь. Как я плохо относился к тебе, к Анжеле. Кира. Кира. Если можешь. Прости меня. Я все исправлю. Смотри, что я купил. Смотри. У меня таких... Видишь, у меня таких три штуки. Тебе, мне и Анжеле. Мне кажется, что я... Я остался тут жив только для того, чтобы себя исправить. У нас все будет хорошо, я знаю. А чтобы ты мне поверила. Кира. Поверь мне. Поверь. Прости. Кира. Прости меня. Прости. Слушай, этот мадам... Такое ощущение, что ты собралась от меня... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Глеб Коваленко, почему я не удивлял? Подожди, Кира, подожди. Хорошо, хорошо, ты увлеклась. Допустим, допустим, я допускаю, ты увлеклась. Ты можешь увлечься, правда, ты можешь увлечься. Все в порядке, но зачем же заходить так далеко? Мы с тобой давно не живем, как мужина, мы с тобой чужие люди. Ну и что, и что, и что? Ну, супругов же связывают не только постели. Преимущество тогда я тебе, вот, я тебе все... Да при чем здесь это? Потому что ты говоришь именно об этом. А ты мне такая дура, как кажешься. И он тоже не дурак, это целозафон. Он же просто хочет захапать мои деньги, ты разве не понимаешь? Для этого надо просто на тебя надавить. Ты судишь о людях по себе. А по кому мне еще судить? Я ухожу от тебя, подаю на развод. Это не будет. Ты же знаешь, очень легко устранить препятствия. Говори. Да, Глеб. Уже выхожу. Все хорошо. Да пошло ты! Все в порядке? Да. Пойдем. Соболь, есть дело. Как же я тебя люблю. Как вы думаете, что мы потеряли двадцать лет жизни, плакать хочется? Ну, мы же не старенькие. Лет тридцать у нас в запасе точно есть. Ну. Так что будем наверстывать. Наверстывать. СМЕХ СМЕХ Нормально будет, отлично будет. Будем любить друг друга. Ты сидишь втроем. Ты, я и Юлька. Работать, отдыхать, ходить в кино, театры, кафешки. Да, кстати, у меня через два месяца отпуск. Давай махнем куда-нибудь втроем, а? В четвером. Ну, с Анжелой. А, ну да. Ну, кажется, знаешь, Юлька меня не долюбливает. Да любит, когда узнает тебя получше. Иди ко мне. Пап, привет! Здрасте. Кира. Помогала чинить ручку. Надеюсь, у вас все получилось? Пап, привет! Ничего, ничего. Мне все сразу. Угу. Входи уже. И что, она теперь будет жить с нами? Мне бы этого еще не хотелось. Как же Анжелокин отец? Ну, ему придется смириться. Как-то он не похож на того, кто легко смиряется. Ну, вот поэтому я и говорю, что ему придется. А мне? Мне тоже придется? Да ладно, не парься. Мои слова все равно ничего не значат. Я просто твоя дочь. Чай с вторым. Можно? Вы уже вошли. Я люблю твоего папу. Очень-очень сильно я всегда любила. А почему тогда жили с другим? Так получилось. Знаете, что было с моим папой после того, как вы его бросили? Он был ранен. В буквальном смысле этого слова. Пуля прошла в полуторе сантиметрах от его сердца. Очень больно это слышать. А знаете, что было потом? Что? Он попал в госпиталь. Встретил там мою маму. Она его прооперировала, а потом выходила. Они полюбили друг друга. И потом родилась я. Я этого не знала. Конечно. Откуда вам знать? Юлья, я очень сильно виновата. Но прошлого не вернуть, а будущее, сколько бы его ни было, я хочу его провести с твоим отцом. Правда, так его любите? Правда. Очень сильно. И замуж за него выйдете? Не знаю, если возьмет. Ладно. Считайте, что мое согласие вы получили. Спасибо. Имейте в виду, что подружками мы еще с вами не стали. Хорошо. Да? Да. Здорово. Привет. Это что? Кофе. А покрепче? Не пью. Ну, как знаешь. В общем, от меня ушла жена. Сочувствую. Только не расплачься. Ушла к другому. Некий Глеб Коваленко. С ним должно что-то случиться? Нет. Нет смысла. Не он так другой. А вот она... Она уже ко мне не вернется. Понимаешь? Ну, если не он, тогда... Я думал, вы любите ее. Слушай, давай без этого. На нее записано все мое имущество. А это... Баксов так, миллиона на полтора. В общем, жену я уже потерял. А деньги терять не готов. Ты получше десятую часть. Сроки? Сегодня, завтра мне все равно. Когда тебе удобно. Это хорошо. Я могу на тебя рассчитывать? Конечно. Отлично. Заказывай, что хочешь. Все на мой счет. Паш? Тебе принести чего-нибудь? Да, Паш. Это его сестра. Я попробовала поговорить с твоей подругой Анжелой, но она бросила трубку. Передай ей, чтобы она оставила моего брата в покое. Да, конечно. А что-то случилось? Что-то? Да он подрался снова из-за нее. Рано или поздно ему голову проломит из-за этой дряни. Девято. Рано или поздно ему голову. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. А Юля только что ушла. Я не к Юле, я к вам. Ко мне? Надо поговорить. Давай на площадке поговорим. Что-то случилось? Я знаю, что вы из-за меня дрались. Что? Простите, я не совсем... Да не переживайте вы так. Если вы думаете, что я стану оправдывать Пашку, то это не так. Он сам дурак виноват. А я все время о вас думаю. И вы мне сегодня приснились. И там во сне мы были вместе, вы и я. Вы не хотите меня поцеловать? Нет. Подождите, я не понимаю. Вы же из-за меня дрались. Если вы думаете, что вас осудят, то зря. Мне уже есть 18 лет. А то, что вы старше, так это нормально. Дело не в этом. А в чем? Я люблю другую женщину. Глеб, я... Понятно. Подожди, Анжела, постой. Ну, подожди, я хотела тебе рассказать. Я не хочу с тобой ни о чем говорить. Поскорей вы уже с отцом развелись. Достали оба. Ничего. Все молодец. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, проходи, раздевайся. Ага. Паш, привет. Привет. Сама пришла? Да. Господи, кто это тебя так? Нашлись добрые люди. Ты чего пришла-то? Подумала, что так и не сказала тебе спасибо. Мне за что-то ж. Твой папа вас нашел. Я просто рядом стоял. Да, но... Ты нас искал. Ты пришла поблагодарить? Иди сюда. Блин. Не бущу. Блин. Ты дурак? Ну, извини. Дурацкая шутка получилась. Спасибо, что пришла. Извини еще раз. У тебя гематома под глазом. Если не лечить, будешь таким красавцем ходить еще дней десять. А вот если лечить, через три дня будешь как огурчик. Ты врач? Нет. Мама была врачом. Ты сможешь вот это все... Нужно снять отек, улучшить кровообращение и сосуды укрепить. И как это сделать? Как минимум, можно сбегать в аптеку и купить все необходимое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что вам нужно? Помнишь название ресторана? Вы что собираетесь со мной поужинать после того, что я сделала? Теперь даже больше, чем раньше. Вы извращенец? Извращенец? Ну, если учитывать, что моя жена спит с каким-то солдатом, моя дочь водила шашни с моим бывшим водителем, который меня пытался ограбить, а его девушка пытается меня сбить на машине, я в этой компании вообще самый нормальный. А я не буду с вами спать. Зачем же так, радикай? Я же не предлагаю тебе приехать в квартиру. Ты приедешь в ресторан. Ну, где-то через час. Пожалуйста, не заставляйте меня. Не советую опаздывать. Готово. Скоро будешь как нагреться. А? Орел. Ты красивая. А как я раньше не замечал, что ты такая красивая? Наверное, потому что я была незаметна на фоне Анжалы. Нет, это я был слепой. Был. А теперь прозрел. Типа того. Юля, я тебе тут кое-то чем сказать должен. Вернее, кое-чем признаться. Я говорю, как стукать на допросе, а? Если хочешь, можешь не говорить. Нет, я тебе скажу. Дело в том, что вот это... Это у меня после встречи с твоим отцом. Что? Я подкараулил его, чтобы по-мужски поговорить. И зачем ты это сделал? За Анжелой. И за Анжелой? Да, дело в том, что она влюбилась в твоего отца. Мне крышу взорвало, вот я и решил... С ним подраться. Юля, я же не оправдываюсь. Я просто сообщаю. Угу. Я даже рад, что вот так все закончилось. Это хорошо. Правда? Да, очень хорошо. Так а ты куда? Живой дурак. Блин! Как же вы меня все достали, а? Ой. А я смотрю, у вас все хорошо. Аппетит прекрасный. У тебя тоже все в порядке? Я всю ночь мучилась. Ждала, что за тобой придут? Это тоже. Муки совести. Я навел у тебя справки. Справки? Скажи. Только честно. Ты что, правда его любила? Да, я его любила. Я не хотел его убивать. Он похитил мою дочь. Это неправда, она сама его подговорила. Да? Он хотел кинуть меня на 200 штук баксов. У меня есть запись, где он меня шантажирует. И это правда. Вы его убили из-за денег? Он знал, на что идет. Вас что, совсем не мучает совесть? Меня? Нет. Чудовище. Зато ты красавица. Мы почти из одной сказки. Скажи, что ты хотела купить на эти деньги? Что сделать? Хочу уехать. Теплые края. Канары, Мальдивы, Майами. Куда ты хочешь? Я могу тебе это обеспечить. С вами. Со мной. Вы сумасшедшие. Я же ненавижу вас. От ненависти до любви один шаг. Смогла же ты каким-то образом полюбить этого? Идиота. Да он, в отличие от вас, был хорошим. Он, в отличие от меня, тупое ничтожество. Олег Викторович! Здравствуйте! О! Гарри Иосифович! Я очень рад вас видеть. Я тоже. Какими судьбами? Да вот, был деловой ужин, но он уже закончился. У вас есть пара минут? Мне очень нужно с вами переговорить. Да. Я сейчас подведу. Хорошо. Извините. Советую тебе меня дождаться. Все в порядке, Олег Викторович? Да, все хорошо. Боевые раны. В общем так, Олег Викторович, я хотел вам позвонить завтра утром. Так, давай сразу к делу. Есть новости? Не очень хорошие для вас. Извините, что приходится об этом говорить. Вы не первый. Что случилось? В общем, свидетель утверждает, что Шарку вам не угрожал. Что вы вступили с ним в диалог, а потом на него не угрожал. Мы с ним достали пистолет и выстрелили в него. Я не могу подать это как самооборону. Нам нужно подумать и найти другую стратегию. Подумать? Да. Угорь Юрьевич. Я плачу вам за то, чтобы вы думали, как и каким образом вы это сделаете. Это ваша проблема. Олег Викторович, ну я не всесильный супергерой, правда? Сколько? Ну что, о деньгах, что ли? Да нет, что вы. Мы же с вами заранее обговорили сумму контракта. И я считаю, что нужно поговорить с этим вот… Маковаленко? Да, да, да. С Глебом Маковаленко. Вдруг он изменит свои показания. Понимаете? Понимаю. Я… я поговорю. Отлично. Тогда? Завтра в офисе. Утром. Мы можем осудить все детали. Десять утра вас устроят. Что? Завтра в моем офисе в десять утра вас устроят? Да. Тогда всего хорошего. До завтра. Может, чаю? Чаем душу не обманешь. Наполни, как обычно. Вот. Чаем душу не обманешься. Он не обманешься. Ух ты. Завтра. Ух ты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кира, твой чай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Анжела, что всё это значит? Я лежу в ванной, и у меня в руке бритва. Ты можешь толком сказать, что случилось? Вы. Со мной случились вы. Анжела, это глупо. Я отец твоей подруги. Нет проблем, она мне больше не подруга. Ты дома одна? Одна. Если что-то случится, никто меня не спасёт. Понятно. Мы с Кирой сейчас подъедем. Нет. Не надо говорить ничего маме. Если вы скажете, я точно что-нибудь с собой сделаю и обещаю. Хотите приехать, приезжайте. Но только один. Ладно, я приеду один. Но ты должна пообещать, что не сделаешь глупостей. Обещаю. Но вам лучше поторопиться. Что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ АПЛОДИСМЕНТЫ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ты что здесь делаешь? Э, я... Ты что здесь забыл? Ты увел на меня жену. Что тебе еще надо? Это моя территория! Я не спорю. Это мой двор, моя парковка. Я не хочу, чтобы ты сюда сдавался. Я не собирался. Просто Анжела позвонила, попросила о помощи. Кажется, у нее какие-то проблемы. Я сам разберусь с проблемами моей дочери. И все же я лучше войду. Стоять! Стоять! Ну что? Ну, кто теперь главный солдат, а? Ты что, серьезно? Пошел от тебя вон. Пошел вон, я сказал! Я выстрелю. Ладно. Ладно. Спокойно. Пошел. Давай. С дочкой поговори. Я курорт пищу. И побыстрее. Быстрая. Сумасшедший. О чем вы говорили? Я видела, что вы обсуждали! Да сойди ты от меня! Некогда мне! Соболь. Да ты все правильно понял. Надо отработать давай их. Мне все равно. Газ взорвется, пусть потолок рухнет. Все равно. Только побыстрее. С деньгами разберемся. Разберемся, я говорю! Соболь, ты работай. Работай. Ты кому звонишь? Я все слышала. Я, конечно, знала, что ты полная дюрьма, но я не думала, что ты такой степень. Я понимаю. С вами Марлен! Ах так. Ну ладно. Куда пошла? Куда пошла? Ты никуда не пойду. Я пойду. Нет! Не смей! Я все расскажу им! Я пойду и все расскажу! Ты куда не пойдешь? Анжела. 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 Ах, мы все сви著. Соболь! Соболь! Соболь срочно скорый! Скорую ко мне в дом! Срочно! Пожалуйста... Доча. Доча. Доча! Жилочка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да, Олег. Как в больнице? Ну, я сейчас приеду. Что случилось? Анжелу увезли на скорой. Она всегда в больнице. Ясно. В машину. Остальное расскажешь по пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег. 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 Олег, что случилось? Что? Какого черта ты сюда пришел? Что он здесь делает? Что он здесь делает? Я просто подвез, пожалуйста, ответил. Ну, ответить тебя очень хорошо. С ней врач. Она там. Без сознания. Я тебе покажу. Ну, нарушения целостности костей черепа нет. Макроструктурных изменений тоже. Так что речь об ушебе головного мозга идет. Получается, сотрясение? Да. Почему она не приходит в себя? Ну, такое бывает. Она же очнется. Ну, конечно. Не переживайте. Ваша дочь обязательно поправится. Надеюсь, без последствий. Ну, об этом я вам не могу сказать. Да и никто не сможет. Возможно, нужна будет реабилитация. И, возможно, она будет стоить очень дороже. Мы найдем деньги. Да. Может быть, еще что-то понадобится? Пока ничего. Просто ждите. Ждите. Скажите, я могу к ней войти? Не сейчас. Давайте немножко почву. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Уснецов. Мне нужно поговорить с родителями девочки. Где я могу это сделать? Можете в ординаторской. Там сейчас никого нет. Можете в ординаторской. В общем, когда я вошел, я сразу увидел Анжелу. Она лежала на полу. Я подошел, увидел кровь. И сразу вызвал скорую. А они уже вызвали полицию. В квартире кто-то еще был, кроме вас и вашей дочери? Нет, не был. Входная дверь была закрыта? Я не помню. Вспоминайте, вспоминайте. Это важно. А почему важно? Меня беспокоят предплечье вашей дочери. Предплечье? А что с ним не так? По-видимому, кто-то сильно схватил ее за руку. И настолько сильно, что на предплечье остались синяки. То есть вы хотите сказать, что она упала не сама? Но наличие синяков говорит о присутствии насилия. А поскольку в квартире, кроме вас и вашей дочери, никого не было. Был. Кто? Был. И когда я приехал к дому, из нашего подъезда выходил Глеб Коваренко. Да. Да, Юля. Мы сейчас в больнице. С Анжелой случилась беда. Я сам толком не знаю. Сказали, она упала и ударилась головой. Нет, приезжать не нужно. Вряд ли тебя к ней пустят. Заяц, послушай. Послушай меня. Как только что-то станет известно, я тебе перезвоню. Из нашего подъезда выходил Глеб Коваренко. Да, он приехал, чтобы поговорить с Анжелой. Зачем и о чем мне говорили, я так и не понял. Но он что-то начал выступать, напрашиваться на драку. Но я ему сказал, чтобы он оставил в покое мою дочь. В покое? В каком смысле? Он ее домогался. Олег, что ты несешь? То я несу. Следователь сказал говорить правду. Я говорю правду. Правду я говорю. Это ведь важно говорить правду. Скажите ей. Безусловно. Вот. Ты лжешь, этого не может быть. Да что не может быть? У них был телефонный разговор. Вы можете проверить звонки. Да, еще, кстати, там у нас во дворе есть этот банк. Там камера наблюдения. Вы можете проверить. Наверняка его машина попала в кадр. Как ты можешь его обвинять вообще? Товарищ следователь, я с вами могу поговорить наедине? Глеб, почему ты мне не сказал, что ты был Анжелой? Этот Глеб Коваленко, он старый друг моей супруги. Старый, старый. Вот, я не хотел говорить при ней. В общем, наша дочь, она собиралась подать заявление в полицию о его намогательстве. Ну, а он, видимо, был против. Ну, Олег Витальевич, вы же понимаете, что это очень серьезное обвинение. Я понимаю, понимаю. Я вот это все с ответственностью заявляю. Извини, я просто не хотел тебя тревожить. У меня мало опыта в таких делах. Честно говоря, вообще нет. Прости, я виноват. Сам не понимаю, почему так глупо поступил. Олег сказал следователю, что ты домогался Анжелой. Этого ведь не было. Что? Прости меня. Я особо не знаю, что я говорю. Прости. Успокойся. Ваши слова не могут быть связаны с местью соперника или с завистью, левностью? Ну, что вы несете? Какой соперник? Ну, я знаю, что ваша жена от вас ушла. И ушла именно Глебу Коваленко. Вот какая разница? Вот какая сейчас разница? Мне сейчас важно жизнь и здоровье моей дочери. И как она в эту больницу попала. Вы должны искать виновника, а не лезть в мою личную жизнь. Я со своей стороны, конечно, чем смогу, я тебе помогу. А вы там проверяйте камеры наблюдения в банке, телефонные звонки. Вы проверьте, проверьте. Мы проверим, проверим. Не переживайте. Да, я устал. Простите. Анжела пришла в себя. Мама, Анжела, доченька, успокоительная начинает действовать. Я здесь. Она уснула. Хорошо. Хорошо. Анжела дезориентирована. И ничего не помнит о сегодняшнем вечере. Мы ей дали около успокоительного, и она проспит до утра. Как не помнит? Сидите, это же опасно. Ну, это защитная реакция организма. Она же помнит свое имя. Она помнит адрес. Помнит, какой сейчас год. Это пока достаточно. Ну, а завтра мы проведем все необходимые тесты. Если, конечно, она будет в состоянии. А вы лучше езжайте домой. Ну, я бы я посижу в холле. Ну, в этом нет необходимости. И она спит. И вы лучше завтра утром приезжайте. В часах десяти к одиннадцати. Хорошо. Вы не волнуйтесь. С ней постоянно будет кто-то дежурить. А вам нужно отдохнуть. Спасибо. Она борец. Борец. Все будет хорошо. Кира, то, что я сказал следователю. Я ничего не хочу об этом слышать. Ну, это правда. Ира. Я. Я готов тебя простить. Готов принять оправду. Ира. Мы можем прямо сейчас вместе взять и поехать за твоими вещами. Нет, ни в чем не виноваты. Ты это знаешь. Следователь считает иначе. Кира. Поехали домой. Ну, пожалуйста. Кира. Я прошу. Ну? Какой ты жалкий. Твой любовник вляпался. Он сядет. Надолго. А я? Что? Что? Я к тебе не вернусь. И насчет твоих денег. Если понадобится, я продам все. Все, что есть. Понятно? Она наша дочь. Я надеюсь, что ты ее любишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стойте. Стойте. Подождите. Подождите. Я буду с ним поговорить. Я прошу вас. Не положено. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Олег Купцов утверждает, что вы приезжали к его дочери незадолго до того, как она получила травму. Я не отрицаю, что приезжал. Анжела позвонила, попросила о помощи. Вот я и приехал. Вы сказали об этом ее родителям? Нет. Довольно странно. Вы не находите? Возможно, я поступил неправильно. Я никогда не был в подобных ситуациях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Люд, ты не спишь? Люда! Ну, ты же не спишь? Нет. Ты не ужинала и лежишь уже так несколько часов. У вас что, с Глебом что-то случилось? Мам, ничего особенного. Он меня бросил, шел к другой. Люд, это не конец света. Это просто не твой мужчина. Ты своего еще встретишь. Когда? Когда мне будет 50? Или 60? Когда я встречу своего мужчину, мама? Я не знаю, что тебе сказать. Вот и не надо ничего говорить. Может, попробовать поговорить с ним? Ну, вернуть его как-то? Как? На Аркани притащить? Нет, ну, есть же разные способы. Вот моя мама говорила, что в любви все средства хороши. Да, кстати, из города не уезжайте. Хорошо. А я так за тебя испугалась. Как Анжела? Пришла в себя, она ничего не помнит. Скажи мне, он тебе поверил? Не знаю. Главное, чтобы ты мне верила. Я тебе верю. Поехали домой. Простите, вы Олег Купцов? Муж Киры? Ну? Глеб любит вашу жену. Он собирается ее отбить. Отбить? Отбить, увезти из семьи. Называйте, как хотите. Я постараюсь. Опоздали. Уже увез. Что вы собираетесь делать? А я должен что-то делать? Ну, конечно, вы же мужчина. Хочешь, я его убью? Нет, я хочу, чтобы вы уговорили жену вернуться. Если не удастся уговорить, заставили. Идиотка. Слабак. Хорошо, пошла. Вот. Э, ты что, рехнулась, что ли? Если вы не можете уговорить жену вернуться, надо сделать так, чтобы Глеб сам от нее отказался. А, с солдатиком не срослось. Срастется. Вы поможете мне, я помогу вам. Где сейчас ваша жена? Догадайся. Позвоните Глебу. Мило, с ней поговорить наедине. Позвоните ему, скажите, что должны сообщить что-то важное. Пусть он уйдет хотя бы на час. Собираетесь покориться моей женой? На жалость не давите, она не из жалостливых. Давайте поможем друг другу. Садись. Да, я поняла. До свидания. Спасибо. Ну что? Ну, пока без сознания врач говорит, что это нормально. Можно я сегодня к ней приеду? Я не знаю, надо врача спросить. Ладно, я побегу в универ. Позвоните мне сегодня из больницы, ладно? Ладно. Я взял отгул на работе, пойду в больницу с тобой. Ладно, я пойду собираться. Да. Привет. Надо поговорить, это важно. Насчет Анжелы. Нет, по телефону я ни о чем с тобой говорить не буду. Я же говорю только при личном разговоре. Восле твоего дома есть кафе, можем встретиться там. Прямо сейчас. Саша, только Кире ничего не говори, это и может навредить. Хорошо, я сейчас подойду. Ай! 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 Черт! Здравствуйте! Здравствуйте! Я вас знаю, а вы меня нет. Поэтому позвольте представиться, я любовница Глеба. Можем поговорить? Каждый Глебушка получит свой хлебушек. Вам Глеб ничего обо мне не рассказывал? Нет. Мы с ним собирались пожениться. Наши отношения продолжались год. Он очень часто говорил, что любит. А потом появились вы и эти ваши воспоминания. И знаете, что сделал Глеб? Он мне сказал, что разлюбил. Что никогда и ничего мне не обещал. Причем сказал это по ходе в коридоре. Спешил куда-то. Спасибо, что хоть не по СМС. Да не может быть, Глеб, он не такой. Вы не верите мне? Знаете что? Спросите у него сами. Мне вас искренне жаль. Как только он встретит кого-нибудь посимпатичнее, чем вы, он вас бросит. Без объяснений, без сожалений. Просто уйдет за дверь и забудет вас. Так он поступил со мной, так он поступит и с вами. Привет. Привет. Я тебе там звонил, трубку не уберешь. Пойдем выпьем палаты в нашей кафешке. Пожалуйста. Юль, ты прости меня. Это все ее эти увлечения. Сначала мне вообще крышу срывало. Даже дрался за ней. Пару раз. Затем решил ее бросить и бросил. Ну, потом она позвонила. Сказала, что изменилось и что теперь все будет хорошо. Я и... Простила ее. Да. Ну, теперь она опять взялась за старое. А, я... Подожди, ты ничего не знаешь? Что не знаю? Анжела в больнице. В больнице? А что с ней? Сотрясение. Где ты был? Я в магазин бегал. У нас... И где он? Ты же бегал в магазин за хлебом, где хлеб. Кира, послушай, я... Я разговаривала с твоей Людмилой. Когда? Неважно, у вас что, с ней правда были отношения. С Людмилой, да, были, но... И что, ты бросила ради меня? Да. Но я уже давно пытался... Ты ничего мне не сказал о женщине, с которой встречался целый год. Которая тебя любила. Которую, возможно, любил ты. Ты ее любил? Кира, послушай, это все сложно. Не любил? Ну, это уже какой-то нелепый разговор. Я думаю, что любил. Иначе это совсем подло как-то получается. Кира, давай мы успокоимся. Начнем все сначала, и я тебе все объясню. Хорошо? Кира. Моей дочери, ты правда ее не преследовал? Что? Она позвонила тебе, ты поехал к ней почти ночью, ничего мне не сказал. Почему? Что она хотела мне рассказать? Что ты молчишь? Люб, что ты наделал? Кира, милая, я прошу тебя... Не трогай меня. Ну, выслушай меня. Ах. Ты откроешь? Здравствуйте. Капитан Воснецов. Я войду? Коваленко Глеб Викторович. Так точно? Мы проверили показания Олега Купцова, и его слова подтвердились. Собирайтесь, вы приедете с нами. Что происходит? Коваленко Глеб Викторович задержан. Как задержан? По подозрению в причинении физического вреда вашей дочери, Анжеле Олеговне Купцовой. Кира, я тебе не врал. Может, мне все сказал, чем-то забыл сказать, но я не врал. Ходите, мне за машиной ждет. До свидания. Мне пора на пару. Да. Да, я поняла. А Юль, ты чего? Папу арестовали. Кто арестовал? Полиция сказала, что папа ударил Анжелу или толкнул ее. Зачем? Они считают, что между моим папой и Анжелой была связь. Ты ведь тоже так считаешь? Нет. То есть, она была бы у него влюблена, но с ней это постоянно такое. Полиция считает иначе. Черт. Фамилию следователя знаешь? Ты хочешь с ним поговорить? Да. Спасибо, что подвезли. Ну, может, получится. Я не знаю. Все хорошо. Подожди. Мы с тобой как бы, ну, товарищи по несчастью. Может, объединимся? Ну, я и ты. Отомстим? Вы серьезно? Я думала, вы любите жену. Да люблю я свою жену, люблю. Только где она, эта жена? Вы знаете, я не мстительную. Все хорошо. 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 Что-то еще хотите добавить? Да нет, я все сказал. Ну, как подведем итоги? Угу. Значит, вы подтверждаете, что у Анжелы Купцовой и Глеба Коваленко были отношения? Нет, такого я не говорил. Ну, как же. Сказали. И совершенно однозначно. И про фотографии в телефоне Анжелы Купцовой. И про ее ссору на почве ревности, с Глебом Коваленко. И про драку с Коваленко. Погодите. Дело в том, что я мог просто выразиться не так. Напротив. Картинка совершенно четкая. Я приобщу ваши показания к делу. Что-нибудь еще? Нет. Ну, что там? Мне кажется, я сделал только хуже. Черт, не надо было идти туда. Ты сказал ему тоже, что и мне? Да, но он все так перекрутил. И выходит, будто я сдал твоего отца Анжелы. Я до сих пор не понимаю, как он все так переначал. Ты сделал правильно, что все рассказал следователю? Да? Тогда почему я чувствую себя таким идиотом? Ты пыталась. Спасибо тебе за это. Прости, мне надо идти. Можно я войду? А если я скажу нет, вы уйдете? Нет. Я человек настойчивый. Слушай, мне плохо. Есть что-нибудь выпить? Ну, у тебя нормальная квартирка. Я думал, будет хуже. А жизнь, ничего покрепче нет? А вы, погляжу, алкоголик. Яна, понимаете, у меня трудная личная жизнь. Меня меня все предали. Даже до кольца вот не снимается. Понимаете, бывает в жизни каждого мужчины, что ему нужна женщина. Так бывает, Яна. Мне нужна женщина. Сейчас. Мне нужна ты. А ты мне нравишься. Давай расслабимся. Не хотел никому говорить, но тебе скажу. У меня ведь на самом деле есть деньги. Много? Есть. есть деньги. Скажи, про Мальдивы ты серьезно? Серьезно. Яна. мы с тобой предназначены друг для друга. Ты одна, я один. Но обоим надо, чтобы рядом кто-то был, чтобы можно было кольца обнять, прижаться. Понимаешь? А это широко забудь, он слабак и придурок. такой придурок. Он оставил фотографии с моей дочерью у нее в компьютере. Представляешь? Я, когда приехал на встречу, я же знал, что и то он ее похитил. Подожди, я не понял, а ты знал, что там нет никакой опасности и что Анжеле ничего не грозит? Конечно. Так и зачем ты стрелял? если пес кусает своего хозяина, его надо пристрелить. Я его пристрелил. Слушай, ты гений, ты же все спланировал. Да. Иначе зачем бы я взял с собой пистолет на встречу? Я устал. Я лягу. Нет, мы ляжем вместе. Так, займемся любовью, а утром проснемся, начнем новую жизнь и парить им в жаркие страны. Ты что делаешь? Отправляю файл. Какой файл? Этот. Если пес кусает своего хозяина, его надо пристрелить. Я его пристрелил. Семен. Да ты не, ты же все спланировал. Да поздно, поздно. Я уже все отправила. Ты тоже, тоже предатель. Еще раз ко мне сунешься и все узнают, что ты убийца. Вон пошел отсюда. Она все еще спит. Разве это не странно? Она может так проспать до самого вечера. Вы поймите, организм воссталавливается после пережитого стресса. Вы не беспокойтесь. Скажите, а можно я с ней немножко посижу? Можно. 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 доченька, ты прости меня. Я думала только о себе. Я тебе обещаю, такого больше не повториться. Никогда. Ну вот ты где. Весь универ обыскал. Юль, я тут сказать тебе кое-что хотел. Ты мне нравишься очень. может быть, даже я влюблен в тебя. Ну, не смешно. Да, я и не смеюсь. Я серьезно. Юль. Как же Анжела? С ней все было по-другому. Плохо. Проблемы, эти скандалы постоянные. А со мной все просто? Да. Я понимаю, как это звучит. Это правда. С тобой мне хорошо. Даже сейчас мы просто сидим, а такое чувство, будто ничего больше и не нужно. только вот ты, я, если глупо, наверное, говорю, да? Нет. Наверное, нет, я не знаю. Просто мне никто этого не говорил. Я и сам никому не говорил такого. Сейчас захотел. Ты хочешь меня поцеловать? Да. Правда? Да. Какого-то я напрашиваю. Нет. Да нет, напрашивай. Нет. еще. Вот это как? Что? Вот это как? Что? человек. Я могу делать это все время. Анжела? Меня слышите? Вы доктор? Да. Интерн. Как вы себя чувствуете? Голова немного побаливает. Вы были без сознания. А где мама? Она вышла минуту назад. А что со мной? У вас травма головы, но не особо серьезная, так что с вами все будет в порядке. А позовите маму, пожалуйста. Хорошо. Простите, ваша дочь проснулась и хочет с вами поговорить. Анжела Копцова, а она проснулась? Вы уже можете с ней поговорить? Я в палату. Да, конечно. Господи, как я рада, что ты проснулась. Мама, я должна тебе кое-что сказать. Подожди, подожди, подожди. Я, знаешь, я все придумала. Тебя скоро выпишут, и мы с тобой поедем домой, мы там устроим праздничный обед обязательно. Мама. Ладно, подожди, подожди, а потом мы поедем в путешествие. Мы с тобой поедем обязательно в Венецию, в Париж. Помнишь, как ты любила в детстве Париж? Мама. Подожди, а если, а если, если тебе не понравится, мы поедем с тобой в Японию. Ты же в Японии еще ни разу не была. Мама, дай же мне сказать. Это папа. Папа скоро приедет, не переживай, пожалуйста. Это он меня толкнул. Я пыталась предупредить. Предупредить вас, тебя и Глеба. Папа приказал кому-то вас убить, подстроить несчастный случай. Этого не может быть. Папа очень опасен. Ты должна рассказать все следователю. Слышишь? Я тебя поняла, хорошо. Я все сделаю, не переживай. Кира! Кира! Кира, подожди! Кира! 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 Кирик, Кирик…. Кирик, Лицом к стене. Проходим. Лицом к стене. Проходим. Ну, чего встал, фраерок? Проходи, присаживайся. Здесь теперь твой дом. Субтитры создавал DimaTorzok